Спонсор этого ролика интернет-магазин Мега Симка. В нем вы найдете сим-карты любого оператора России с тарифами, которых нет в свободной продаже. К примеру, симки с безлимитным интернетом с абонентской платой от 240 рублей в месяц. Также есть подобные предложения и по звонкам. В общем, много интересных тарифов, которых нет в свободной продаже, с доставкой по всей России. Ссылка на интернет-магазин в описании. Салют, уважаемые подписчики канала Атом Асём, ну и просто случайные зрители этого видео. Сегодня я расскажу вам, как можно смотреть телевизор на вашем смартфоне без подключения к интернету. Интернет вообще не нужен, и вы сможете смотреть оцифрованные эфирные каналы вашего региона. Совершенно бесплатно и сколько угодно, пока не сядет батарейка на смартфоне. Секрет прост. Это PadTV Digital TV Receiver. Это телевизионный ресивер, проще говоря, ТВ-приставка для телефона. Она подключается в разъем microUSB Type-C, и вы можете смотреть на планшете или на телефоне телевизор. Сегодня рассмотрим эту штуку, посмотрим, как она работает, сколько каналов ловит. Погнали! Сделал я эту штуку на Алиэкспрессе за скромные, по-моему, 14 долларов. В общем, ссылку на покупку этой штуки я оставлю в описании. Доставили в течение 10 дней по ссылке. Ну, в общем, коробка вот в таком виде. Спасибо почте России. Теперь с помощью этой штуки можно смотреть телевизор где угодно. На работе, в машине, в гараже. Ну что, не будем ходить вокруг-то около. Посмотрим, что нам предлагают в коробке. Вот такой вот маленький ТВ-приемник. ДВБ-Т2-тюнер. И разъем microUSB. Там еще в продаже есть с другими разъемами, я также оставлю ссылки. Сюда подключается внешняя антенна. А в этом отсеке как раз хранятся внешние антенны. Вот такая более универсальная телескопическая. И для плохого сигнала вот такая вот антенна с проводом, которую вы можете прилепить на окно и подключить к приемнику. Правда, расстояние от окна будет ограничено длиной этого провода. Ну и без этой антенны телевизор показывает хорошо. Так, подключаем антенну в разъем. Вот так все это выглядит. Теперь, ребята, что нам нужно сделать? Вот тут на коробке есть QR-код. Если ваш телефон поддерживает расшифровку этих кодов, то вы можете скачать программу, просканировав этот код. Более простой вариант – зайти в Google Play и набрать в поиске DVB-T2. Вот эта программка. Она уже установлена у меня на телефоне, поэтому просто открываем ее. Видите, сразу выскочило предупреждение о том, что надо подключить приемник. Ну что, надо так надо. Подключаем. Пошел поиск каналов. Ну вот, пожалуйста. Три радиостанции поймала и 30 каналов эфирного телевидения. Вот так показывает первый канал. Свайпом можно переключать каналы. Вот Россия-1. Написана программа эфирного вещания «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. С 12 до часу. Можно включить вот такой список каналов и переключаться таким образом. Ну вот, пожалуйста, пятница, к примеру. РЕН-ТВ. Светлана Анатольевна, рекомендации вы нам дадите ребенка, что вы скажете с температурой 38. Что? В общем, Светлана Анатольевна может только молчать. А вы не молчите. Пишите в комментариях, что думаете о данной приблудине. Ссылку на нее я оставлю в описании. Вещь действительно полезная. Интернет для ее использования не нужен. Деньги не взымают. Вам нужно только один раз заплатить за сам ТВ-приемник. Вот так выглядит эта штука. Ну все, ребят, пожалуйста, поддержите это видео лайком, канал подпиской. До сотни осталось совсем чуть-чуть. Всем хорошего настроения. Берегите себя и своих близких. До скорых встреч.